Приветствую вас! Я бы сказал, что ваш страх имеет детскую природу, то есть, когда-то в детстве вас напугали чем-то, видимо, достаточно сильно, когда-то у вас были связаны какие-то воспоминания, очень яркие, может быть, неприятные ситуации, когда на вас кричат. Вот. И, соответственно, вы это запомнили, естественно, конечно, запомнили. И запомнив это, вы реагируете на это вот так, то есть, через страх. Со страхом, конечно, можно и нужно работать, это безусловно. Вот. Но другое дело, что если страх имеет природу, скорее, ретроспективную, да, то есть это то, что было с вами в прошлом, то и причину страха нужно искать там же, то есть в вашем прошлом. Причину страха нужно искать там, там, как правило, в детстве и, как правило, где-то в возрасте, ну, где-то в возрасте, может быть, до десяти лет. Вот так. Редко, 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 когда страх проявляется, ну, в более позднем возрасте, это бывает очень редко. Значит, что нужно сделать в первую очередь? Что нужно сделать? Сделать в первую очередь нужно следующее. Нужно, чтобы вы отделили свой страх от, значит, взрослого состояния. То есть вот сейчас, например, на данный, на данный момент, именно на данный момент, да, вы действуете так, что молодой человек на вас кричит, молодой человек ведет себя не совсем адекватно, вместо того, чтобы показать ему, что для вас такое поведение неприемлемо, что является, в общем-то, правильной позицией, правильной и верной позицией. Вот. Вместо этого вы, молодой человек, хотите перестать бояться своего молодого человека. То есть, может быть, вы, ну, вряд ли, конечно, но, тем не менее, может быть, вы путаете неприятность к тому, что на вас кто-то кричит, и это нормально, с тем, да, с тем, значит, что вы боитесь. С другой стороны, если вы видите для себя угрозу, то угроза – это опасность. То есть для вас представляет опасность, кто-то на вас кричит. Но какую опасность? В чём именно опасность? Тоже нужно разбираться. Как правило, страх нужно раскрыть. То есть проблема страха в том, что люди пытаются его избежать. В действительности же нужно, наоборот, это покажется банальным сейчас, но, тем не менее, в действительности нужно раскрыть это чувство. То есть вот я боюсь, да, чего я боюсь? На что направлен мой страх? Что такое страх? Страх – это, по сути, агрессивно. Вот у вас есть также желание себя защитить. Вопрос только в том, от чего, от кого и от чего. Правда? Вот. Поэтому вам нужно расщепить вот это своё чувство. К чему привязанство? Крику? Хорошо, хорошо. Крику. Но к чему крику? Ведь, наверное, дело не в самом крике молодого человека, а дело в том значении, которое вы ему предаёте. правильно, я имею ввиду, крику. А как стало возможно, что вы придаёте значение крику более, ну, более важнее, чем, например, стоило бы? Ведь это тоже как-то, ну, значение как-то появилось, понимаете? Может быть, всё дело в том, что мужчина для вас очень важен. А может быть, дело в чём-то, в чём-то ином. А может быть, вы боитесь его потерять и думаете, что, когда он кричит на вас, вы можете, ну, вы можете остаться одна и вы боитесь этого. Понимаете? То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, нужно вот эти вот моменты обязательно для себя разобрать. Потому что они важны. И отделив страх, что есть такое детское состояние, да, отделив страх, значит, от взрослого состояния, то есть, что нужно, что по факту происходит, вы сможете вести себя более адекватно в тех случаях, когда молодой человек на вас кричит. Но, естественно, естественно, будет лучше, если вы определитесь с тем, по какой причине вы таки терпите то, что на вас кричат. То есть, ну, с какой стати вообще молодой человек на вас кричит и так далее. То есть, вообще, есть ли смысл терпеть такое отношение, ибо дальше будет только хуже. И вопрос в том, построите ли вы хорошую семью вот, ну, на таком фундаменте. Это наш, на самом деле, большой вопрос. Смотрите, вы пишите. Я боюсь своего молодого человека, потому что, когда ему что-то не нравится, начинает вести себя агрессивно, начинает сильно кричать, ругаться, скандалить, выходит на сильные эмоции. Ага. Вы говорите, что как будто он так себя защищает. Это действительно может быть, что он действительно себя защищает, но... Но... Ага. Есть одно но. Ага. Может быть, он себя так и защищает. Но для вас его реакция означает, что вы сами оказались в какой-то опасной для себя ситуации. Может быть, вы не уверены в себе и не уверены в том, что делаете. И сомневаясь в себе, вы воспринимаете подобную негативную реакцию своего молодого человека на какие-то действия. Ну, лишь как, например, подтверждение. Подтверждение того, что вы действительно сделали что-то. И так. В таком случае, конечно, можно и нужно работать над, скажем так, работать над своей самооценкой. Потому что, в противном случае, ситуация будет усугубляться и вам будет все тяжелее и тяжелее справляться с этим своим страхом. То есть, если человек сомневается, если что-то указывает ему на то, что он может быть неправ. Ну, то есть, например, если вы боитесь, что вы можете быть неправ. Ну, в чем-либо, да? Неважно, в чем именно, в чем либо. Если вы боитесь, что вы можете быть неправ. То, соответственно, любая реакция мужчины на вас уже поспособствует тому, что вы будете чувствовать себя нервозным. На самом деле, на самом деле, как я уже говорил, меня больше волнует не то, что вы боитесь, а то, что вы хотите перестать бояться вместо того, чтобы как бы установить свои личные границы. То есть, донести, грубо говоря, до молодого человека тот факт, что кричать на вас абсолютно неприемлемо. Вот, конечно, несколько смущает вот этого ситуация, что вы предпочитаете адаптироваться, подстраиваться под, ну, в данном случае, под другого человека. Вот, вместо того, чтобы, вместо того, чтобы отградить себя от нежелательного поведения. И здесь, опять же, встает вопрос ваших личных границ. Да? То есть, что позволено по отношению к вам? Как позволительно по отношению к вам? Все позволительно, что не позволительно. Что вы позволяет, а что не позволяет. Ну, делать, делать, делать. Делать по отношению к себе. Вот. И, соответственно, чем вы обеспечиваете вот эту вот неприемлемость какого-либо поведения по отношению к вам? Иными словами, у вас должен быть мотив, у вас должен быть мотив, на основании которого вы терпите неподобрающее отношение к себе молодого человека. То, что этот мотив может представлять из себя любовь, я, если честно, сомневаюсь, скажу честно, сомневаюсь, что это может быть любовь. Это может быть жалость, это может быть жалость, а к мужчине вы можете больше жалеть. То есть, это, ну, знаете, это мало похоже на здоровое чувство. Вот. Это, скорее, больше все-таки, все-таки что-то нездоровое. Все-таки, созрависимое, может быть даже токсичное отравляющее в вас. Вот. Поэтому я рекомендую подумать вам об этом. Страх. Страх. Страх кроется в детстве, кроется в вашем опыте, прошлом, в прошлых переживаниях, в незавершенных переживаниях, в непережитых до конца переживаниях. Вот. Это то, что касается страха. И то, что касается вашей модели выстраивания отношений и фундамента, это тоже нуждается в корректировке. Вот. Вот так вот, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Значит, соответственно, вам, в свою очередь, тоже нужно сформировать допрос. Если вы формируете запрос, что я не хочу его бояться, то это подразумевает определенную работу с вами. Потому что, если бы от чувства страха можно было избавиться вот таким коротеньким сообщением, то я боюсь, что психологи были бы не нужны тогда. Вот. Так все. Если есть страх, то с ним нужно работать. Вот. Вот так. Можно ответить вам на ваш вопрос. Значит, я надеюсь, что он помог вам. Надеюсь, что мой ответ был полезен для вас. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.